Всем привет! Сегодня 4 августа. У нас осталось 5 птенцов. Одну самочку у нас забрали фиолетовую. Это был четвертый птенец. В день моряка он вылупился. Волнушка. Вот так девают сидят. И сейчас должны приехать еще забрать одного птенца. Самца бирюзового. Вот этого, который вот он посередке сейчас. Это пятый птенец. Родился он, вылупился в день букмекера. Бук. Мы его так назвали с ребятишками. Сейчас тоже поедет к новым хозяевам. С остальными птичками все хорошо. Первый птенец у нас, голова у него зажила. Чуть-чуть еще там залысинка осталась, но пирожки уже растут. И с этой стороны у нас взрослые попугаи сидят. Тоже все хорошо. У лаймы маховые эти крылья растут. Она уже перелетает. Не дерутся, живут дружно. Иногда самцы гоняют друг друга, а в остальном все хорошо. Все. Приехали, забрали бука нашего самца. Осталось 4 птенчика. Ну, на 2 птенчика бронь. Тоже попросили придержать пока временно. И на 2 птенчика еще хозяева не нашлись пока. Вот. Поэтому сейчас у нас клетки равные 4 на 4. Птенцов 4 с этой стороны. И взрослых 4 с этой стороны. Ну, и так все-таки они сидят парами. Воин с Янь. А Снежка. Снежок же был один. После Меечки. Мея, когда погибла. И подсадили сюда же и Лайму. И вот. Ну, правда, воин тут такой хозяин-хозяин себя прям проявляет. Он и к Лайме что-то там интересы какие-то проявляет. Потому что он же и с ней был тоже здесь в клетке. И к Янь. Ну, сейчас я ничего им не делаю для стимуляции размножения. Ни пророщинку не даю, ни яйцо. Поэтому. Ну, они просто сейчас. Просто парами сидят. Просто общаются, летают. У них своя здесь жизнь. Кипит. Вот. Потом птенчиков, когда отсюда пересадим клетку доделаем. Да, мы делаем клетку. Еще одну. Чтобы отсаживать туда птенцов. И тогда полностью Валера этот откроем. И берем вот эту уже перегородку. Если честно, она меня уже тоже раздражает. Уже надоело. И еще знаете что? Я не знаю как. Я не видела как. Ну, в общем, умудряется вон там самочка. Вот это вот. Вверху, которая сидит сейчас. Вот это вот красотка. Голубая. Это, наверное, второй у нас птенец. О, не зря ее зовут Гулионя. День прогулок в этот день был. И мы назвали ее Гулионя. Или Гулионыч, если бы был самцом. Но оказалась самочка. Поэтому это Гулионя. И так вот эта Гулионя гуляет на ту сторону. Налево. Потому что, как я стою, в той стороне, это левая сторона получается. Это правая, это левая. И вот эта вот Гулионя, она постоянно рвется туда к самцу. К отцу своему. Я не знаю, где она пролазит. Вообще не знаю. Я уже голову ломала. Но там наверху пространство, оно вообще небольшое. Там вообще со всех сторон. Ну, прям узенькие-узенькие. Если есть пространство, как она пролазит в них, умудряется, я не знаю. Может быть, вот здесь вот оно тоже. Вот видите, есть как бы небольшое. Но здесь узкие они. Обычно попугаи такие вещи не делают. У нас даже вот шире есть пространство вон там внизу. Вот получается между вот этой вот стеночкой от выдвижного ящика. Вот к стенке наружу. Вот она намного шире, чем пространство вот между... Вот здесь вот у меня палец даже не проходит. Вот здесь вот, конечно, может пройти палец вот с этой стороны. Ну, вот здесь вот. Но, в общем, вот эта вот мадам хитрая. Она пробирается на ту сторону. И уже два раза я... Так, фокус пропал. Сейчас найдем. Вот он, фокус. И уже два раза я ее оттуда, от взрослых, пересаживала сюда обратно. Вот такая вот эта шустрая мадам Гулёня. И она такая забияка. Она тут всех гоняет, всех строит. Ну, в общем, матриархат тут устроила. Остался один самец, птенчик, вот этот беленький, самый маленький, самый младший. Астер. Тень астероида был. Его астер назвали. Вот. Остальные все три самочки. И вот она всех строит. Такая деловушка. Вот такие у нас дела. На этом все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok